Доброе утро, бабуля! Саша, смотрится это, холхоз. Привет. Афоня, а ты что там порядочки наводишь? А ЧП, пап, расскажи, обокрали магазины, да? Ну, очень. Три магазина, которые напротив обокрали. Так что это кошмар. А, двери! О, Господи, самое пластиковое, все дешевое поставлю. Ну, да. Ну что, еще раз всем привет. Я уже собралась в своем любимом сарафане. И мы сейчас закончим завтрак, когда мы поедем до родни делать вместе торт. Верному крестнику, Темику. Вот сейчас что-нибудь сниму с Афанасьем. Покушаем печенюх каких-нибудь, да? Папа тут нам купил. Вот. И что там про воровство в магазине, да? У родителей вот этот магазин, где пиво, чай, кофе. А я только, представляете, закончился кофе. Думаю, куплю какой-нибудь хороший кофе, пока мы вот вяжем, работаем, пока сезон. Эгоист. Вот мы когда-то покупали. Он так относительно дорого стоит. Ну, по сравнению, например, с Якобсами, да? Там с Нес-кафе. Но он такой вот приятного вкуса, растворимый. Но при этом вкус у него очень классный. И думаю, заеду, в чай, кофе куплю. А как раз думаю, пойду же родний торт делать. А ну, видите, как получилось. Магазин ограбили, сейчас там менты. Папа в 2.30 уезжали. Дома ничего не было. А приехали в 7.15 рынка. Ну, они на рынок в 2.30 ночи. Ничего, ни одной даже в станице машины они не заметили, папа сказал. А приехали, когда в 7.15 уже милиция была, там следствие. Украли там что-то там, сигареты. В общем, там папу допрашивали. Вот. И там камеры. Так машину поставили, ну, блоком, что номера не видно. И тем более она светила там как-то в камеры. Вот. И видно только, что был человек с бородой. Но папа сразу, как опытный следователь, сказал, что бороду-то можно сбрить и ходить себе спокойно, без бороды. И курить эти сигареты. В общем, там деньги в этом чай-кофе вытащили. Вот так вот. Такие вот утришние новости. Сейчас будем завтракать. Потом покажем тортик. И как там эта шляпа? Красивая? Да. Какая? И кто там нарисован? Что там еще дедушка купил? Новые шлепки. А, еще и новые шлепки? Да. Обалдеть. И еще и Кока-Кола. И еще и Кока-Колу? И большой папа. И большой папа? Да. Ого. Это хороший у вас там дедушка, да? Мам, я вам поделюсь. А, ты с нами поделишься? Да. Ну, хорошо. Но мы же скоро уже с папой приедем. Скоро? Ну, мы не сегодня. Мы, наверное, завтра или послезавтра. Мам. А. Мам. Мам. Мы у Башки Таи. Вы у Башки Таи? Да. Ну и как вы там, помогаете? Да. Она балуется. Кто балуется? Башка Таи. Башка Таи балуется? Да. А как она балуется? А, еще. А, у меня только голос. А. А, мам. Кого я посадил в клеточку? Кого? Цыплят. Цыплят посадил в клеточку? Да. И они там теперь живут? Да. А, они целый день там будут жить. Целый день там будут жить? Да. Понятно. А на море вы хоть ездите? Ну что, мы сейчас уже едем, Сафонь, по 10 часов, 7 минут. Вот, сейчас смотрю, дети идут, понятно, в школу или со школы. Наверное, уже со школы, потому что уже так достаточно жарко на улице. Вот. Идут с тяпками, с вениками, знаете, у них, наверное, практика. Я помню, что у нас-то тоже в наше время. Да, я уже больше 10 лет, как закончила школу. Уже даже скоро будет 15 лет. Вот. И идут они с вениками. Я хотела сказать, что я вообще никогда не ходила на практику. Потому что, честно, я немного не понимала. Мы и так живем в сельской местности. Тут, знаете ли, родители ждут, когда у нас каникулы, что мы будем им помогать. И мы, тем более, на все лето на хутор же ездили к бабушке. Там как раз с Кработкина тоже приезжали. Мои, получается, двоюродные сестры. И они там были чуть ли не до 30-го, знаете. То есть их прям забирали в последние дни перед первым сентября. И мы туда уезжали. И на какую практику я не ходила. Мы и так, тут сельская местность. У нас травы во во дворе. Так что я не ходила. Хотели ли вы на практику? И была ли у вас такая в школе практика трудовая? Вот очень интересно. Что тут магазин? А продуктовый открыт. Блин, заставляете? Уже работает. Ладно, сейчас посмотрим. Вот эти вот магазины ограбили. Хотя в продуктовом уже написано открыто. Не знаю, как они будут работать или нет. Центральный замок. Нет. Давай с дешкой Колей поздоровайся. Тут там Маргарита что-то плачет. Дедушке дай пять. Афоня. Чего ты? Дай пять дедушке вот так вот. Дай, скажи, деда, на. Пять. Дедушка Коля, да? Скажи, дед, да. Афоня. Покажи, дедушке, что ты... Я аж уже хожу, скажи, дедуля. Я знаю. Ты топаешь уже. Покажи, дедушке. Иди до крестного. В Петербурге скорая помощь в прямом смысле полетает на вызовы. Ой, и Маргося вышла, да, Маргося? И ты вышла гулять? Афона. Маргося, ну тебе бусики понравились, что тебе тетя Вера подарила? Да. А браслетик? А браслетик в доме. В доме? Да. А Зоя? А Сережа? А Сережа? Да. Посмотри на меня. Ты что за платье подняла? Она плакала. Плакала? А что случилось? Мне не дают сосиски. Сосиски тебе не дают? Да. А почему? Потому что жарится. А, жарится еще? Да. А кто-то он описался. Ты не знаешь, кто там, Маргося? Афона. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, этот Афоня, да? Разве можно так описываться, Маргарита? Можно? Или надо на горшочек ходить? На горшочек мой. А где твой горшочек? Да. Да? Да. Понятно. А ты на горшочек или ты тоже трусики описываешь? А ты не я. Трусики описываешь? Что, мокрые? Нет. Нет? Мокрые. Тут мокрые? Да. Ну иди покажи же Афанасию свой домик. Где Афанасия? Нет, он сам, он сам. А машина дедина. Дедина машина? А вот наша. А это ваша? Да, это наша. Да? А вот эта Акушка чья, тоже ваша? Да. А хутор. На хутор ездить будет, да? Ах, у тебя что, горка? А что ты не показывала? А ну показывай. Площадка. Площадка у тебя? А где площадка? Покажи. Нет, а вот это что такое? У тебя что, новая горка? Да, и кран. А, и кран у вас еще есть? Да, и там есть кран. И там есть кран? Да. Обалдеть. А горка где? Как же на ней кататься? Ты вообще знаешь? Да. Афоне нельзя лезть в воду. Ну-ка давай. Классно. И не страшно? Страшно? Маргусе новую горку купили. Я собрала малинку. Да? Ты собрала малинку? Да. А, дедушка продал малинку? Да. Дедушка. А мне солнце. Солнце? Да. Маргарита, кто там бибигает? Афоня. Афоня? А ты же говорила Серега. Афоня. А Сережа не бибигает? Нет. Сережа не умеет, наверное, бибикать, да? Умею. Умеет? Посмотрите, вон наша горка. Да, я уже поснимала, Сережа. Красивая, да? Да, Марган, не включай варитель. Вот у нас, смотрите, через заваритель здесь. Сережка, такое ощущение, что я буду повернуть на право. Тетя, утетя. Так, утетя, утетя, а ну иди сюда. Так а вам что, сегодня на день рождения, Маргарита? Да, к Теме. К Теме, а сколько в тему лет, Сереж? Не знаю. А мама у него крестная. Ну да. Ваня? Да, у него в крестной. А ты где, в Камышеватке? Гриша звонит. Ты в Камышеватке? Да. Ну и что, там круто? Круто, круто. А Антоша где? Там у меня жми. Гриша. Уйди, я тебе говорю. Гриша, привет. А когда домой, Григорий? Домой когда? На море. Домой. Домой когда? Домой? Да. Воскресенье. А, ну хорошо, мы тебя будем ждать. А то уже Серега соскучился, ему не с кем драться. А где Антошек? А где Антошек? А там они же в Дубай. Ясно. Гриша, я тебя завалю. Сто процентов. Ну все, ладно, Григорий, давай, отдыхай. Что? Что? Ну говори. А мы уже на море купались. Ну да круто. Так ты здесь к Алеше ездил? Ну да. Афоня тоже с вами ездил? Да. Ясно, ясно. Так Антошек далеко? Вот родня торт тут напекла крестнику. Так это как-то буку вверх ногами некоторые. А я, да, я так как бы это... А вот это будет у нас песок, да? Из печеньки. Да. Много, наверное, тоже ж не надо, но будет не так вкусно как бы, да? Не, ну так, чтобы и было. Нам же ж вкус-то он-то понятный, но и красота ж бластная, да? Ну вот как раз и хватило, да? Да, видно, что это песок. Я бы насыпала песок вверх. Настоящий? Да. Чтоб было видно, что это настоящий, да? Да, знаешь. Ну че, да, какой классный. Сейчас сетку поставишь, крест на мать. Посмотрим, что с той белой еще мастикой. Надо как-нибудь так место жли мне, да? Вот так вот родня все сделала, молодец, как красиво. А выграя, хаба. Все, родни, ты в холодильнике сейчас фотографируешь. А? Да, все так. Фотографировать? Ну что, Афонька заснул, а я сейчас покажу вам кофе. Купила эгоист. Все-таки заработали эти магазины. Вот такое вот кенийского эгоиста я купила. Оно мы когда-то покупали, прям очень был вкусный. Ну, из всех растворимых он вкусный. Тут все так написано, что это кенийский кофе сублимированный. Вот, Афонька заснул. Мы сейчас сижу в ней тоже будем валяться под кондиционером. Афоня проснулся, он, можно сказать, и не спал. Две минуты и встал, да? Кто тут сидит с печеньюхами? Ты? Ты давать кушать? Давай маме, давай. Ммм, как вкусненько. Еще давать будешь? Давай. Ммм, как вкусно. Вкуснятина. Мама. Ам? Ам? Скажи, ам? Ам? Мы тут кушаем. Родня закатала аджику из морковки, помидоры тут. И она очень вкусная адская. Еще хлебушку отрезать сейчас. Очень вкусно. А вот таджика. Родня нам дала баночку, но мы ее уже открыли, да. Была она закатанная. Такая вот, как салатик такой морковный. Можно вкусно с макаронами его кушать. Сиженька уложила сейчас Афоню спать. Сиженька, знаете, это вообще настолько круто. Потому что, чтобы не сглазить, получается. Потому что с Сержуни Афоня, ну вот даже он его уложил и ушел. Он может спать часа два с половиной, три. Я заметила еще, когда вот Афоня, сколько там ему было в декабре? Полгодика там, да? Вот. Ну, не пол, семь месяцев. Девушка Саша его тоже укладывала. То есть мы тогда на елку, когда ездили, девушки Саши оставляли. Он гулял с Афоней, когда у детей были утренники в садике. И вот когда Афоня засыпает без сиськи, он спит намного дольше. Вот там девушка Саша что, его носил, там укачивал. Бабушка могла тоже его положить рядом, чесать ему спинку. Он тоже так засыпал. И вообще он спал намного дольше, чем когда вот он под сиськой ляжет. Он постоянно вот там бах и крутится, ищет опять сиську. То есть чтобы опять дососать и спать дальше. Вот. И пока они там спали, я думаю, нужно опять разгребсти эту гору вещей. Сейчас я ее разгребла. Вот тут горище просто. Гардеробное. И вынесла еще подушки. На солнышко пожарится, потому что там такая жарища. Я смотрела на планшете YouTube. Ну, в общем, тут все как всегда. Сейчас буду все это раскладывать по местам. Потому что чтобы было потом что найти, когда поедем в Ейск. Ну, надеюсь, что завтра, но в субботу должны-то точно поехать. Ну, все даже животные наши в тенечке. Марсюха. Бенижарка. Марсик. Тоже в тенечке отдыхает. Жара у нас, конечно, вообще сейчас такое печет. Сколько что-то у нас с паутинкой. Пара сло. Слушайте, знаете, сколько градусов? 38 метров в тени. Тут даже Гришкин этот вынесла. Матрасик. Вот Гришкин матрасик. Это вот икеевская кровать у него, которая раздвижная. Степа ему с Верой дарили. И вот матрас. И две добавочные части. Видите, он тут такой уже записанный. Ну, еще в те далекие времена, когда Гриша был маленький, с двух лет. Гриша спит сам на своей кровати. Вот ему на два года подарили. Он сам спит. С двух лет. На такой вот. Ну, она была... Тогда у него не самая короткая. Без одной. Была вот такой вот длины. Вот такая вот. Так что, вот так вот. И подушки положила на лодку. Разложила все, на которых мы спим. Там две детских и три наших. Ну, четыре детских, получается. Ой. Три наших и три детских. Гришина, Антошина и Афонина. Там вот маленькая. Фух, жара такая. Пошла я в комнату, потому что невозможно. Хотя, вроде бы, на завтра уже дождики. Передаю их после обеда. Все, мы с Афонькой. Вернее, Афонька проснулся. И мы теперь, я заварила кофе, пьем этот кенийский кофе-эгоист. Очень, кстати, вкусный. Прям очень прикольный. Смотрим Сашу Таню. Нам он тоже нравится. Афоник, кстати, стал обращать внимание на телек. Раньше он как-то вообще к нему был равнодушен. А сейчас, гляньте, прям уставился. Деда за мальчик валяется. Что это за мальчик такой? Весь в подушках этот мальчик, да? Парень, парень. Парень такой. Ой, что тут баба закрыла? А что это за парень тут такой, а? Да за парень. А что это за парень? А что это за парень? А что это за парень такой, боленький? Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Что это за парень? Да, такой валяется тут в подушках. Ау. А скажи мама. Скажи мама. Афось. Скажи мама. Скажи папа. А скажи баба. Деда, деда, баба Галя, зови бабушку Галю. Деда колеса, деда Саша. Гляньте, что Афоня смотрит. А он смотрит Антошины танцы. Видео, да, когда твой брат танцует? Это Антоха ему танцует. Нет, садись, не надо вставать. Нет, садись, садись, сыночек. Нет, садись, нельзя так. Давай, маме, ручку, садись. А, ты танцевать собрался? Адя, давай. Вот так, спустился, вот тут и танцуй. Не надо, садись сюда на стульчик и смотри. Надо все отодвигать, иначе тут Афонька уже и на клавиатуре клацает. Иди, садись, нельзя туда лезть, Афоня. Афоня, нельзя. Иди к маме, иди. Нельзя, я тебе говорю, я сейчас тебя поругаю. Афоня, Афоня смотрит, танцует. Танцуй, танцуй, сынок. Я, как всегда, не знаю, что приготовить на ужин. Сейчас уже у нас 4.30, полпятого. Решила приготовить фунчозу. Ой. В общем, сейчас буду обжаривать морковку и огурцы. Как ни странно это звучит. Вот, потом добавлю туда фунчозу, чеснок, зелень. Лучше кинзю. Но сижу не особенно, поэтому я буду петрушку и укроп. Соевый соус, я говорила или нет? В общем, соевый соус вместо соли. И еще кунжут. В общем, сейчас попробуем такую штуку. Это что такое? Яблоко. А, это Антошику, да? Да. Ага. И птичка. Прикольное, красивое какое, да? Яблоко. Как в саду. Яблоко. Где-то надо подвесить. Где-то надо повесить. А мы можем пока под навесом это повесить. Антосика в комнате. Может, у Антошика сейчас надо пойти найти. Это вообще, это кормушка для птичек, да? Ну, как называется. Вот же птичка. Ну, можно, в принципе, и на улице. И тебе, Люда, подарок Антосика. Ага, красивое какое. Да, и тебе надо? Давай, Антосика, поставим, пусть красивенько будет. Ну, да. Повыше только от этого брата. Да. А чтобы не разделись. То этого мы с нами. Такой подарок. Или он пластиковый? Нет, гипсовый. А, ну тогда это Афоне нельзя. Нельзя. А тут, что тут, собачку что-то? Угу. Ну, а она так ничего, если ее перевернуть, и смотрите. Так, вот, в общем, фунчозу я залила кипятком. Она теперь стоит у меня тут. А тут еще у меня поджаривается морковка и огурцы. Ну, я их отчистила от кожицы, потому что у нас такие переросшие. И продолжаем все это готовить. Сейчас буду сюда добавлять фунчозу, соевый соус, серчик. Так, ну что, добавила я сюда сейчас фунчозу в эти огурцы. Так, теперь вливаю сюда соевый соус. Честно, все это я делаю на глаз. Поэтому тут у меня как-то, вот, добавила я соевый соус. У меня тут все без пропорций. Все по вкусу, все на глаз. Я теперь все перемешиваю. Ммм, запах сразу соевого соуса. Перемешиваем. Сейчас я еще порежу сюда чеснечок, зелень и кунжут. Нужно еще, а, еще поперчу. Нужно еще будет попробовать. Может быть, немножечко соли, если будет недостаточно соевого соуса. Ребят, потрясающая лапша получилась. Очень вкусно. Я, когда выключила, добавила потом уже в выключенную сковородку чеснок, зелень и кунжут. Ничего не подсаливала. Все и так очень вкусно. Сейчас еще накрою крышечкой, чтобы это все поженилось. Это очень вкусно. Будем скоро ужинать. Ой, у нас уже 6 часов. Сейчас я что-то от пыли экран протру. Кстати, мы сейчас вышли на улицу. Я пока сходила за камерой в коридор, выпустила Афоню. А он уже здесь сидит. А он уже сел в окушку. Кто там сел в окушку? Ты куда поехала, Афонечка? Ой, надо и ключи досмотреть. Ключи я забрала. Теперь буду за ним смотреть, а то он сейчас еще куда-нибудь уедет. Ты поехал? Как ты поехала, расскажи. Ага, ты попался. Без братвы, скажи, мне скучно. Ну, жара, наверное, больше 30, это точно. Прям очень жарко. Ну, Афоня уже не мог. Он уже ходил, наверное, часов в 4 уже до дверей на улицу. Но в 4 еще было ужасно. Сейчас ужасно, а в 4 еще хуже. Да. Я, кстати, еще хотела вам рассказать про спрей лед, который я заказывала в Фаберлике. Вот этот голубенький спрей для лица и для тела. Что-то я вообще не поняла прикола. Никакого там освежения. Буквально освежения пару секунд, пока оно у тебя на лице. Но я так, знаете, подумала, может, где-то там люди не потеют. Просто, представляете, на такое 150 раз вспотевшее лицо, когда такая жара, ты брызгаешь вот этим. Оно же все равно пыльное, потное, грязное. По мне так легче пойти под краном умыться и просто не вытираться, и походить минутку, и по такой жаре и так все высохнет. Чем распрыскивать на это пыльное лицо что-то я смысла тогда не вижу. Вообще, честно, как-то он мне не освежает. Я не знаю, осмотрю других людей, думаю, может, у нас какие-то ощущения другие. И что-то я вообще как-то не обрадовалась, что его заказала. По мне легче пойти умыться под краном прохладной водой, и все. И вот это не морочится. Я уже принесла его на кухню. Как бы чаще всего мы где находимся, женщины, на кухне. Я принесла его на кухню. Думаю, на кухне буду точно пшикаться. Ну, пшикалась я, поставила в холодильник. Освежение, свежесть, вот эта прохлада буквально 1-2 секунды распылила. Ну, как-то таким очень мелким. Ну, как бы это же хорошо, да? Что мелким, но как-то вообще ни о чем. Я больше такое заказывать не буду. Проще вот этот пузыречек обычной воды набрать и пшикать себе на лицо. А лучше, я же говорю, пойти умыться, если вы без макияжа, да? Ну, как бы в любом случае, если без макияжа, я 150 раз умываюсь на день. И вот мне тогда счастье. Хотя да, вода сушит кожу, но там тоже, что там, состав какой-то. Я не думаю, что там какие-нибудь супер-пупер незаменимые ингредиенты супер-пупер полезные за такую цену. Поэтому напишите, как вам, если вы пользуетесь этим спрей-льдом от Фаберлик, что вам нравится, не нравится. Просто смотрю других блогеров, у которых, конечно, подписчиков не 900, а намного больше. И причем они такие бьютики. Как-то они прям расхваливают, как-то они прям радуются тому, что у них есть этот спрей, и я как-то не радуюсь. Не знаю, объясните. Может быть, вы знаете, как там правильно нужно распылять. Может, я что-то неправильно чувствую. Дедушка тут петрушку бабкам вяжет чуть-чуть. Сколько? А, ты же сам у меня есть 20 штук, да? Нашли мы тут у соседей одну клубничку. Афанасий теперь ее съедает. Она сейчас такая сладкая, столько солнца для нее. И она там зацвела, наверное, как ремонтантная клубника. Ну, это вкусно, да? Вкусно, Афанасий? Ну, вкусно. Скажи, вкусно. Да? Да? Скажи, дедушке, да. Помогли мы дедушке, и теперь хотим открывать кран, да, Афоня? Уже сам, уже сам. Это что такое, Афонька? Нельзя. Опа. Разве так можно? Ну-ну-ну. Вот это вот Антоша такого в два года научился. А то ему же ты позже, даже в три, наверное, открывать. А вот это уже в годик дошло до него. Даже в три, наверное, в два мы еще там жили, когда Антоше было два. Афоня, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мама сейчас тебя будет ругать. Афоня, пока месье тут под навесом обняла паутину, Афанасий уже насыпал себе песка на голову. Афоня, это что такое? А? Афонь? Расскажи-ка, сейчас пойдешь в бассейн купаться? Вот он уже, гляньте, весь, вот это он гравий себе, все камни, сыпал, бедный. Что за кашель? Иди сюда. Подожди, посмотри на маму, посмотри, вот это что такое на лбу, сынок? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, только что мама тебя ругала, что ты в воду лезешь. Мам, уже сам же кран открывает. Нельзя. Пошли мыться в бассейн, пошли. Мама сейчас наберет тебе водичку, пошли. Гля, он с той стороны встал крана, не получается. А с этой-то оно-то получается, да? Афонечка и не бежит. Пошли купаться. Давай ехать сразу. Давай купайся. Я с души набрала воду, прям такая теплая вообще. Прям аж горячая, хоть холодная разбавляет. Что ты делаешь? Что ты там делаешь? Пить хочешь. Садись. Покажи бабушке, где машинки твои? Он прям загорел. Ага. Где машинки? Покажи бабушке. Акушка. Ку-ку. Ты спрятался? И что ты делаешь? Я гляну, сколько у него там песка, да? Вот это ж с него же все высыпалось. Вот это что такое, Афоня? Тебе на голову уже песок сыпется, да? Как это дежка Коля? Да, ура, ура. Садись, купи-купи. Бабушке, покажи, где твои машинки. Бабушке, покажи, где твои машинки. Афоня, ты куда, сын, за лазь? Аля, у лодки еще грушка, конечно. Да? Только это мам ей все равно. Ножку, ножку, ножку. Маленькая грушка, агромка крястная. Где? А вон, за туалетом. А, а только ей все равно, мам. У нее вишень, ты видела, как крястная? А до сих пор висят. Да, у нас мам. Как машина едет? Вот так едут машины. Вот так они едут. Никак не едет она. Алиниш тоже в бассейн, видела, поставит. Алиниш? Ну, вон, уже привыкает к режиму, где Еленя с каждого зала. Вчера звонила, говорит, привыкаю. Буду звонить после этого ужина. А, вечером? Вечером. Ну, как оказалось же, с этой симки что дали, да? С симки на симку. Одна у родителей, одна у солдата. Ну, да, позвони маме. Позвони маме, бесплатно причем звонки, да? А если уже, конечно, на другие номера звонить, тогда уже за деньги. А так вот, как интересно, бесплатно. И он звонит только папе, у этого, у Авана, позвони папе, да? Ага. Нельзя пить. Нельзя. Что ты пьешь? Бабушкин, ты мальчик. Ты спать хочешь? Я про глазки у него сейчас это. Да? Ага. Ты спать хочешь? Ну, сейчас как раз услышу. На маму. Кто там приехал? Папа? Папа приехал. Где папа? А ну, зови папу. Ну, вы ели аджичку? Вкусная аджика. Вкусная. Мы сразу сейчас открыли, хоть родня нам и закат. Ну, знаешь, что ее хранить. Гля, гля. Анчоус. Я с анчоусы сейчас положила ее. Какие анчоусы? Ну, как? Фунчоза. А? Фунчоза. А, фунчоза, Вер. Ну, гля, анчоусы, это что-то другое. Куда ты, гля? До папы. А папа ждет, думает, что-то откроет. Папа, не ходи, так же говори. Афоня, нельзя, нельзя. Я сейчас дам кому-то по рукам. Нельзя. А ну, закрыл. Закрывай. Все. А мы будем ужинать. Курочка у нас жареная. И наша фунчоза. Саджика и компост. Иди, садись, папа кушай. Ай, дедуля. Ты с дедушкой. Папа поругал, он сразу до дедушки. Отсадись. И Марсик пришел перекусить. Я же фунчоза у него. Да. Думаю, хоть бы за хвост не потянуло. Аля, и правда сейчас может потянуть, да? Афонечка, а ты куда пошел? На окно. Вот представь, как он на батарее. Серый. Представь, да? Угу. Ку-ку. Я сейчас ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ну что, Афоня пошел сейчас с папой, ну, в смысле, с сержуничкой. Пошли на улицу там с мотоциклом, потому что вроде бы сказали, что приедут покупатели, мы продаем эти два мотоцикла. Эти. Ну, в смысле, один, на котором мы катались. И что, один там стоит, коляска отдельно, мотоцикл отдельно. И вроде бы тот, который с документами, один с документами, один без. Вроде бы его приедут сегодня смотреть. Они там что-то пошли протереть. Вот мы как раз на нем вчера катались. А я сейчас буду убирать после нашего ужина быстренько. А сейчас все в посудомойку. Не знаю, мне сейчас что-то стало. Мне нравится посудомоечная машина, потому что времени как-то мыть. Даже вот сейчас мы поужинали, у нас всего две тарелки. Я, когда дети дома, то я собираю примерно, ну, раз в день, да. То есть вечером целый день там складываю. Если там что-то такое пластиковое, естественно, я мою вручную. И там деревянные лопатки, да. Все остальное я стекло, там кастрюли, я все складываю в посудомойку. Ну, если уж что-то не влазит, то я там домываю это руками. Вот, и сейчас, получается, даже раз в два дня, когда детей нет, я посудомойку загружаю. Вот, по поводу фунчозы хочу сказать, мне очень понравилось. Мама ела, ей тоже понравилось. Она сказала на нем, как же она, анчоус. Она говорит, это анчоус. Вот, но анчоус это совсем другое, да. Это рыба. А вот, Сижине не понравился там только кунжут. Он особого вкуса не дает, но ему вот эта вот его хрусткость и то, что он на зубах, да, вот ему это не понравилось. Я вообще люблю кунжут. Ну, в следующий раз, если я буду делать, то, значит, я кунжут буду только себе в тарелку добавлять. Ну, знаете, смотря на Сижине на тарелку, он съел все. Я знаю по своему мужу, если, например, ему что-то совсем не нравится, какая крошка или селедка под шубой. Он это вообще не любит, то есть он это вообще есть не будет. Даже если ты ему там навали и ничего больше есть нету, он там скажет, пожарь мне тогда лучше яичницу. Вот, но здесь я смотрю, что он съел все. Он сказал, что по вкусу все хорошо, но только ему не понравилась вот эта структура кунжута на зубах. Вот. Так что сейчас буду убираться, пойду потом с ними на улицу. Единственное, аккумулятор я другой поставил. Поехали дядечки за мотоциклом, ну, смотреть, по крайней мере. Сейчас там что-то смотрят. Дарфоник окупается, ему душик сейчас включила, ему так нравится. Садись, не надо ходить, садись. А, берите свои игрушечки. Доставай игрушечки. Игрушек тут сильно у нас нету, такие. Кирпачки им нравятся на себя поливать. И там трафта. А сильно они так только лежат, или никто с ними не играет. Ну что, на сегодня все, мои дорогие. Мы продали мотоцикл. Вот. Так что осталось еще один продать, который без документов. Ну, там есть документы, но они еще у Сережного дедушку. Вот. И что еще сегодня у нас? Такой скучный день, я согласна с дни, вообще без детей, это просто кошмар. Мы не привыкли, Сережуни, к таким дням, поэтому нам лучше с детьми. Вот могу сразу сказать, что еще хотела вам сказать. Что завтра, я надеюсь, мы поедем все-таки в Весб за ребятами. К сожалению, я сейчас пошел в летний душ мыться. Мы сейчас с Афанасием. Я уже помыла голову, надеюсь, что мы в Весб поедем, потому что в Весбе там бывают проблемы с водой. Выключают воду, бывает вообще отключают, а бывает, что совсем плохой напор, то есть толком не поможешься. Ну, то есть так тело обмыть можно, но с головой, знаете, проблемы с головой. Поэтому, пипец, поэтому пипец, я лучше помоюсь все дома. Вот, так что до завтра, либо не до завтра, я не знаю, если мы завтра поедем, то, естественно, я видео выкладывать не буду. А, как всегда, в воскресенье тогда на ночь выставлю два видео, поставлю выставляться. Вот, и еще тогда покупаемся подольше. Ну, если нет, тогда по-любому в субботу вечером или в воскресенье утром поедем за детками. Тогда видео будет. Ну, это опять будет, наверное, какое-то скучное. А, завтра мы вяжем, поэтому это по-любому видео про то, что мы вяжем. Вот, ну, если вам все равно понравилось видео, то ставьте обязательно пальчики вверх. Поддержите нас. По крайней мере, мне это очень приятно. Я могу сказать, что даже мой муж всегда спрашивает. Он вообще не против того, что я снимаю, но он всегда спрашивает, что тебе писали, что за комментарии, кто что думает. Ему тоже это интересно. Поэтому пишите обязательно комментарии, чтобы не было, что говорить мужу. В общем, все. Всем до завтра. Всем пока-пока.